Здесь документы в порядке? Да, можете посмотреть. Деклара, все есть. Лесничьи и полицейские Ульяновской области работают вместе. Ловят тех, кто незаконно вырубает и провозит деревья. Совместная операция – это межведомственная акция под названием «Лес». Было организовано более 300 пунктов досмотра транспортных средств. За период акции было проверено 118 транспортных средств на извлечение и вовлечение незаконной древесины. Также было создано более 400 мобильных бригад. Рейды ведутся параллельно в каждом районе области. На посту по одному лесничьему и полицейскому. В рабочем поселке Майна мобильная группа начала дежурить с 10 утра. На контроле каждая машина, в кузове которой лесопродукция. У водителя на руках должны быть сопроводительные документы, где указаны номер декларации, порода лесоматериала, объем и маршрут. Это касается, например, двухметровых бревен и деловой древесины. На колдые дрова сопроводительные документы не нужны. Достаточно товарный накладной. Все данные лесничьи передают инженеру по лесопользованию. Майнское лесничество. У нас там сидит инженер по использованию лесов. Он зайдет в ГАИС, посмотрит, проверит сделку. Проверка сделки в реестре занимает максимум 5 минут. Помимо трассы, мобильные бригады дежурят посредственно в самих лесах. Так, накануне Майнские лесничи обнаружили крупную самовольную порубку березы на землях бывших колхозных лесов. Ущерб 998 тысяч рублей. Сейчас нарушители ищут следственные органы. В этот раз за время проведения акции выявили 4 незаконных рубки. Наказание за незаконный спил на саждении штраф от 3 до 150 тысяч рублей. Если ущерб до 5 тысяч, мы расследуем сами, не передаем полицию, если обнаружили там. Если уже свыше 5 тысяч штрафы ущерб приносятся в незаконных рубках, то передаем полицию. Полиция уже расследует дальше. В целом, сейчас в регионе идет декриминализация лесного хозяйства, которая включает цифровизацию отрасли, усиление надзора и развитие детского лесничества. Поэтому пока взрослые дяди занимаются серьезными делами, дети пытаются сохранить леса с помощью творчества. Десятилетний Дима Бригаднов из села Абрамовка стал лауреатом всероссийского конкурса детских рисунков. Работа ученика 4 класса – своего рода крик юной души. Мальчик призывает всех как можно меньше мусорить в лесу. Я очень рад своей победе. Я победила в конкурсе эколята. Я уже подготовила дома рамку на стене, чтобы поставить диплом. А на рисунке что было изображено? На рисунке было изображено дерево и эколята. А что эти эколята делали? Они защищали природу от людей, которые мусорят в лесу.